Всех приветствую, друзья! Это большое интервью Сергея Шелестова, первое подобное на моем канале. И Сергей, безусловно, легенда отечественного бодибилдинга и один из самых сильных бодибилдеров, в принципе, в истории. Так что сегодня поговорим о многом и даже больше. И заранее спасибо всем, кто поддержит это интервью, потому что знания, опыты, мысли Сергея, безусловно, ценные. Так что ваши лайки и комментарии очень пригодятся. Смотрите до конца, тайм-коды в описании. Всем приятного просмотра! Сергей, город Москва. Занимается более пяти лет. Неоднократный чемпион Москвы и призер России. Жим лежа 220 килограмм, приседания 320 килограмм. Тренируется в клубе Олимпс, город Москва. И чемпионом турнира стал Сергей Шелестов, который получил 2 миллиона рублей. Сергей, расскажите о старте карьеры и выступлений. Возможно, на примере этого снимка. В то время я еще летался, заканчивал в школу. Это последний, там, десятый класс на тот момент, одиннадцатых еще не было. Вот, ходил в спортшколу, занимался там разными видами спорта. Последний год легкой атлетикой, ну, такие метательные дисциплины. Там, копье, диск, ядро. Ну, в основном, это все равно было ОФП. И там нам тренер давал и штангу сжать, и приседать. Так или иначе, и подтягивались. Ну, то есть, ОФП было такое достаточно серьезное. В легкой атлетике оно такое всегда, на любом уровне. Это был 87-88 год. Как раз это уже бодибилдинг достаточно был развит тогда еще в Советском Союзе. И даже проводились соревнования, чемпионаты Союза. Даже до провинции, до села Воронежской области доходила информация. И тогда уже я увидел там и Сашу Вишневского, еще юниора выступающего. Очень мне понравился. И других там атлетов. Выходила уже «Спортивная жизнь России» был такой журнал. Ну, и эта фотография в Инстаграме сделана вот как раз в тот период. Школа, после школы, военное училище у меня было. То есть, вот где-то в этот период дома, у забора, там товарищ сфотографировал там на свой фотоаппарат. Вот как-то сделал. Дошли до нынешнего времени фотки. При этом вы сразу в подписи к фото отметили, что на тот момент занимались натурально. Как долго вы тренировались до, скажем, искусственного повышения гормонального фона? Достаточно времени прошло. Если даже первые два моих соревнования были натуралом, как ты говоришь, да? То есть, я учился в училище. Там понятия не имел ни о какой фармподдержке, ни о каких протеинах, или вообще каком-то спортивном питании. Ну, то, что в армии нам давали три раза в день в училище военном, ну, как бы тем и довольствовался, да? Иногда даже часто пропускал завтрак в угоду тому, чтобы сходить в спортзал. Там у нас местный был при части и уже какие-то там тренажерчики были, штанги, гантели. Вот, чтобы позаниматься. Больше времени-то особого не было. Ну, то есть, по сути, питался там два-три раза в день. То, что давали, ни о какой диете там и речи не было. Ну, это был молодой организм. Все равно все сгорало. Нас там гоняли. Плюс тренировки. То есть, два соревнования. Первых, это был чемпионат Москвы по венеорам и чемпионат области. То есть, я ни о чем понятия не имел. Потом, когда уже на службу приехал в город Саратов, там местные ребята быстро подсказали, что к чему. Понятно, что там 92-й, 3-й год. Все это еще было там в зачаточном состоянии. Тоже мало кто же чего понимал. Но уже аптечные там препаратики какие-то были. Элементарный там тестостерон. Вот, как бы, уже что-то можно было использовать. Естественно, результаты там выросли. Ну, это всем понятно. То есть, в зал я достаточно редко попадал как таковой. Там, ну, по крайней мере, первый курс. Но я быстро выяснил, что если хорошо учиться, успевать по всем предметам, то какие-то льготы мне командиры, так сказать, давали. Ну, вот я был там единственный, ну, практически единственный отличник в обзводе. Сразу же получил какие-то преференции. То есть, я мог чуть почаще выходить в город в увольнение. А это был зал уже в городе, там, с местными ребятами. Ну, и лучше оборудованный, и обстановка, и так далее. Я получал возможность сходить не в баню при части, где там был просто душ, по сути. Вот. А уже полноценная там парилка, и так далее. То есть, я этим очень дорожил. Ну, сложновато приходилось, когда вот были полевые выходы, куда-то там зашлют. Это было там недалекое Подмосковье, леса, ну, север, болото, там, палатки и так далее. Вот это, конечно, мне приходилось там как-то изгаляться, там, что называется, отжиматься, подтягиваться. Очень я не любил эти вещи. Вот. Приходилось там копать окопы, траншеи. Ну, такая вот физическая нагрузка была. Плюс передвижение там, марш-броски какие-то в этом, во всем, обмундирование во всей этой амуниции достаточно тяжелой. То есть, а мне хотелось там мышцы, веса набрать, плюс еда там такая. Ну, то есть, ну, как-то ничего, переживал, справлялся. Первые выступления в 90-х у многих связаны со сложностями и даже курьезными моментами. Как было у вас? Мы красились, вот первые два соревнования мои, первые. Вот, до 90-м году мы с товарищем пошли в увольнение и решили съездить в Москву. Благо, это не так далеко. Вот. Ну, Москва, край Московской области, то на севере. Приехали в Москву, чемпионат Москвы. И тогда вот мы сиделись, посмотрели. Первый раз я увидел какие-то соревнования. Впечатление в УАУ. Ну, е-мое, думаю, как? И они такие там выходили на подиум чем-то намазанные. Я сразу там думаю, что это там на них. Вот. Подошло время, решили мы там с товарищем подготовиться вот на чемпионат Москвы. Мы понимали, что надо сделать грим какой-то. Как его сделать? Ну, кто там? Мы там вдвоем с ним. Понятия ни о чем не умели. Выйти в город даже, спросить не у кого. Нет опытных. Думаем, что делать? Попробовали где-то, нашли такую краску в тюбике коричневую. Такая жидкая нанесли. Ну, вроде бы неплохо сидит, блестит и коричневая. Думаю, ну, отлично. Подходит время ехать уже близко к соревнованиям. Ну, надо грим же этот затариваться. Не можем эту краску нигде найти коричневую. Что делать? Ну, вот, ну, нет и все будет. Все обыскали. Тогда, когда пробовали, вот, оказалось, все хорошо. Блин, есть красная, красная. Как ее сделать, чтобы она была каким-то гуталином, помню мы там, чтобы ее чуть-чуть притемнить. Мудрили. В итоге ничего у нас толком не получилось. Вышли, вышел я на первые соревнования таким матовым красным каким-то цветом. Но это было хотя бы уже не белое, а хоть что-то. Вот, слава богу, цветных фотографий не сохранилось тех времен. Ну, а может и к несчастью. Ну, в общем, это была, конечно, пародия на грим. Ну, я, соответственно, там, ну, не только из-за этого, из-за формы, конечно, занял пятое место из пяти. Не показал я там никакого результата. Ну, и, как бы, по крайней мере, меня не оттолкнуло, а дало еще мотивацию вот к дальнейшему. Потом вторые соревнования были в Дубне, чемпионат Московской области проводился. Это все еще там, по-моему, 91-й там год, что ли. Вот, там уже ребята приехали поопытнее, нам подсказали. Там какая-то охра там с чем-то, что-то дали намазаться. Уже там вышли более-менее. Вот. Что-то там они там ее прожаривали, с чем-то смешивали. В общем, целая там история была, грим этот сделать. Ну, как бы, выходили достойно, и тогда выходили из положения как-то. Прерву Сергея, друзья, но для небольшого анонса, наконец-то, у меня появилось время смонтировать для вас все видео, отснятые за последние два месяца, потому что, а выпусков будет много, они станут выходить чаще, потому что последние несколько недель я практически все время был в дороге, иногда с амплитудой в несколько тысяч километров, с перелетами и всем прилагающимся. И очень часто, кстати, был в этой худи от Всемайки. Ру, давно с ними уже сотрудничаю, и в этом плане к ним никаких вопросов нет. То есть ткань, как всегда, приятная, ноская, подходит для любой погоды, сочетается с другой одеждой и так далее. Но меня зацепил дизайн. Они в этом плане, ребята из Всемайки. Ру оригиналы, постоянно придумывают что-то новое. И я сейчас говорю не только об одежде, то есть там очень много разделов. Это и посуда, это и сумки, это и рюкзаки, это и маски, это комплекты для школы и так далее, и так далее. Различные подарки, то есть вариантов дизайна десятки, тысяча. Даже если что-то из них не подходит, можно в конфигураторе придумать дизайн самому. Так что, друзья, они все делают сами, доставляют очень быстро. Ссылку на сайт Всемайки.ру я оставлю в описании, переходите по ней после просмотра, и там же вы найдете промокод на очень приятную скидку 15%. Так что, друзья, ссылка в описании. Всем приятного просмотра. Ну а что касается принта, это тоже искусство. Такие вот времена. Сергей, скажите, а кто был вашим главным соперником на любительском уровне? Пожалуй, если брать свою весовую категорию, да, там тогда было свыше 90 килограмм, ну, наверное, это Юра Мельников. Юра Мельников, мой друг, благодаря которому я и в Москве остался, по большому счету. Когда приехал сюда в конце 95-го года, он помог мне там с работой. И он мой был такой соперник. Он был... Ну, как бы он сейчас есть. Он постарше меня, поопытней. Он умел лучше делать форму, как таковую. Генетически, скорее всего, я, может быть, там чуть-чуть получше, там, может быть, поровнее. Но он компенсировал этим... Это вот именно, вот что называется формой. Рельеф, кусковатость какая-то, ну, даже по тем временам. То есть он этим брал. И, по сути, долгое время у нас не было противостояния. Даже на той же Москве, скажем, там, весной мог я выиграть, осенью он. Вообще, конечно, приятно победить. Особенно таких сильных соперников, как, допустим, Юра Мельников. Мой известный соперник. Хочу сказать, что была впервые нарушена традиция, расшифрую, осенью всегда побеждал он, весной я. Как бы в этот раз получилось по-другому, чему я очень рад. И он выигрывал, и я у него выигрывал. То есть делили там первое-второе место. Потом выдвинулись в число лидеров и Олег Макшанцев, и Дима Голубочкин. Диме Голубочкину я, например, проиграл на чемпионате России в 95-м году. Здесь была в Москве она. То есть он пятый был, я шестой, по-моему, так. Проигрывал и на чемпионате Москвы ему, по-моему, это был, может быть, 94-й год или пятый, когда сделали такую абсолютную категорию мужиков. Выиграл там Саша Ишанкин. Мы тоже там были где-то близко в пятерке. А так там было человек 20 с лишним, там под 30. Ребята были где-то близко. Олег Емельянов, но он помоложе, но тоже на том чемпионате России в 95-м году Олег, будучи генеором, умудрился стать третьим в тяжах. Голуба был пятый, я шестой аж. На России, скажем, среди всех категорий, когда удавалось выиграть и в абсолютке, но это понятно, что Вишня. Саша Вишневский на тот момент был практически непобедим. Ну, что говорить, 17-кратный чемпион России. И чаще всего он в абсолютке-то и побеждал. На Питере я уже вообще молчу, а на России чаще всего. Вот. И на России я не смог его победить ни разу. То есть если был в абсолютке, то он выигрывал. Один раз я у него только выиграл на чемпионате мира в абсолютке в Малайзии. И то, когда выходили, я думал, что будет как обычно. Ну, все-таки тяж есть тяж, и форма была более-менее сопоставимая. Там меня поставили выше его. Ну, удалось мне сделать форму, да, такую для себя хорошую. И довести ее все-таки там Малайзия, и далеко лететь, и свой такой климат там своеобразный. И на Москве я выиграл абсолютно, уже была форма. После Москвы там подразъелся, я 129 килограмм, помню, был. Ну, я понимал, что у меня достаточно времени, чтобы потихонечку-потихонечку опять подслиться, прийти в свою оптимальную форму. Ну, и довезли. Были в команде тренера. Миша Головнев. Еще там ребята со мной летали, ну, и именно, чтобы меня поддержать. Не отпускали меня никуда, не в столовую. Там организовали еду для спортсменов. Вот, потому что там нереально было как-то удержаться, в свою норму держать. А уже, знаем, проходили, что на меня это пагубно влияет. То есть, ну, в номере готовили. Кстати, жили мы с Сашей Вишневским там, в одном номере готовили. Там себе все там. Саша очень скрупулезный такой человек. И в свою карьеру, и будучи уже на тренерской работе, он ко всему относится очень скрупулезно. То есть, вот все до мелочей должно быть. Вот, это касается там и еды, и всего остального, что называется. Когда я готовился к интервью, бросился в глаза этот снимок. Чемпионат России, кажется, 98-й год. Ваши невероятно развитые ноги, по праву, одни из лучших ног в истории бодибилдинга. Это следствие силовой работы или были другие факторы? Ну, в 98-м, да, это было там, было два моих выступления там, вот, в Питере и в Челябинске. Там, я уже там, уже сейчас по прошествии с трех лет путаю там, в какой сезон. Вот, по-моему, где как раз вот стало и абсолютно. Среди всех категорий, да, и просто форма там удалась. Более-менее на тот момент, все-таки для 98-го года, надо понимать, что это не 2008-й, не 2018-й, когда уже там все делали форму. Вот. Активно я совмещал с пауэрлифтингом и вообще с силовым тренингом. Мне так всегда нравилось, как бы, мои первые соревнования по пауэрлифтингу были гораздо раньше, чем по бодибилдингу. Второй подход, 330 килограмм. Поэтому, естественно, я приседал там, сжал и старался это делать как можно больше и как можно тяжелее. Отсюда эти ноги. Но у многих от силовых приседаний, ну, растет только сила, там, сила связок. У меня на 4-6 повторения, ну, может быть, не совсем лифтерские, ну, вот я до таких повторений доходил. У меня это больше вот именно как-то в массу шло. То есть, на тот момент, если я приседал там далеко за 300, ну, как бы, и объем ног сохранялся, увеличился. Достаточно большие были ноги. По крайней мере, для остального туловища. Впоследствии вы выступали с Колманом и прочими звездами на одной сцене, но в 90-е вы были еще любителем, а звезды уже приезжали в Россию на гран-при. Вспомните, как было. Возможно, вы были на тех выступлениях. Ну, естественно, да. Приезжали же они к нам в 95-96 год. Это было в Санкт-Петербурге. Специально мы с ребятами собирались, ездили туда, смотрели. Но тогда это был для нас ажиотаж, что, естественно, приезжают звезды на тот момент первой величины. У нас роли Санбати, там, Леврон, Крис Кормье. Ну, то есть это все герои журналов, которые тогда уже достаточно так в России были, выпускались и были популярны среди качков. Вот. Понятно, что смотрели, видели их, и даже у меня есть фотки там с ними, и даже враздевшись. Вот. Ну, так, чтобы так посравнивать для себя. Да. Поэтому в 97-м, когда там позвонил мне президент Федерации Владимир Иванович Дубинин, говорит, ну что, ну надо кому-то выступать. А это было там буквально месяц за полтора. Ну, то есть до сезона до нашего было далеко. Я и планировал там выступать в сезоне в 97-м году. Ну, как бы он был позже, соответственно, подготовка там максимум только началась, или даже там еще я и не планировал диету. Ну, конечно, как я мог отказаться? Я понимал, что до них будет далеко, формы сделать нереально. Ну, одно то, что уже с ними там побыть за сценой, постоять на сцене. Ну, я отказаться не мог, естественно. Конечно, начал готовиться как мог там на тот момент. Хотя я еще там был, ну, чемпион Москвы максимум. То есть на России я там максимум второй был. Вот. Ну, подготовился как мог, используя тут свои какие-то ресурсы, такие же невеликие. И вот в 97-м, да, там 11 человек было, я помню. Олег Протас, который типа меня такой же вот сказали, ему с Украины был. Роландос, Бучинскас, Литвы, тот, правда, подготовился очень хорошо и составил там конкуренцию всем топом. То есть Леприст, он обошел его, да, Бучинскас обошел, по-моему, Леприст. Там Милош Царцев на тот момент со всей своей эстетикой. То есть вот эти ребята там именно боролись. Ну, а мы с Олегом Протасом, ну, понятно, что аутсайдеры. По одним данным я 10-й, он 11-й, по другим данным там уже история непонятная наоборот. Ну, а победил, естественно, Колман. Даже, я бы сказал, не естественно, а заслуженно. Потому что вначале ставили первым Кевина Леврона. Он тоже был очень в хорошей форме и выиграл до этого, по-моему, шесть гран-при, которые были постолимпийские. А Колман там был и в тройке, и даже за тройкой там на тех. Ну, а тут он был просто в ядерной форме. Для 97-го года все сразу стали понимать, что вот это реально человек, который всех топов на тот момент, по сути, кроме Ятца, да, который уже в 97-м году, он выступал там последний раз, но как бы на гран-при не участвовал. Вот. Ну, это будущее за ним. Ну, и тут наши судьи, в общем-то, настояли на том, чтобы вот, по сути, по справедливости поступить. Колманом поставили первым. Кевин Леврон проиграл второй стол. Впечатлил, вот реально впечатлил на тот момент, хоть он и не выиграл, в 95-м году, по-моему, был там, Жан-Пьер Фукс. Он проиграл там нас роль Сан-Бати, но он реально впечатлил своими размерами, размахом, шириной там плеч, ну, вот какой-то необычностью. Причем он был на тот момент ноу-нейм, что называется, да, новая какая-то восходящая звезда. И вот он там запомнился. В какой-то момент даже непонятно было там, кто победит. Ну, Сан-Бати все-таки на тот момент признанная звезда, масса его, такая балансированность. Вот он весь такой налитый был, мощный пик его был карьеры. Он выиграл. Тоже всегда впечатлял. Ну, вот Жан-Пьер Фукс. Ну, и, конечно, все вот эти массивные эстеты, как их можно назвать, да, вот Кевин Леврон, Крис Карми, они были достаточно большие, но в то же время вот очень аккуратные, такие статуэточные, что называется. Ну, они как бы достаточно большие были и за сценой. Вот мы заходили, вот, ну, это были вот реально мускульные машины, да, из Мериленда, мускульные машины из Мериленда, это Кевин Леврон, ну, и остальные-то там не отставали. В свое время вот запомнился такой момент, это уже было в 2001 году, уже по профессионалам. Иду я за сценой, это было в Англии, за сценой какой-то спуск, и идет навстречу, ну, какой-то человечек, человек, человечек, он небольшой. Встречаемся на лестнице, и я понимаю, что это Шон Рэй, просто в одежде в какой-то, ну, он вообще меня не впечатлил. Ну, ну, просто вот, ну, какой-то человек с улицы, реально, мне показался, я думаю, что он любит тоже выступать, что ли. А он там выступал с показательным выступлением, почему-то, вот, не в основной программе. И я специально пошел посмотреть, ну, думаю, что там, когда на сцене я увидел, ну, это просто вот, абсолютно разное впечатление. Он был один, с показательными, весь его вот этот глубокий, рельеф, что называется, вот, дефиниция, там, как угодно назови. Вот такие объемы показались навороченные. Вот тогда вот начал я понимать, что такое вот эффект вот этой иллюзии, и как человек в одежде отличается от человека, который в плавках там позирует на сцене. Ну, вот впечатлял всегда Колман. Ну, как ни крути, ну, было в свое время, он, ну, просто, ну, недосягаемый, остается и до сих пор, мне кажется. Там, в пике своей карьеры, когда он приезжал, там, у нас был Гран-при 2003-2004 год. Я уже там стал ездить в 2001 году Гран-при. В Новой Зеландии он был. Ну, это машина, там, за 130 килограмм. Когда уже Олимпия прошла, ему не нужно было держать пиковый рельеф, но он все еще был. Ну, и понятно, что на загрузке он гораздо больше весил, чем на Олимпии. Ну, это просто гора такого кусковатого мяса. Ну, по сравнению с ним, конечно, больше уже так никто не впечатлил. Сергей, расскажите еще об этом снимке, где и при каких обстоятельствах он был сделан. Это FIBA 2001 года. Я, ну, на массе, или там, по-моему, это даже был период отдыха, я еще так там, так сказать, подуменьшился, там, 132-135 тире было. Вот. Уже подхуднул, максимум было там 142, насколько я помню. После Малайзии удалось так набрать, разъездся так конкретно. Сначала там такая суперкомпенсация, а потом, ну, я просто старался поддерживать там до 140 килограмм. И Катлер там, по-моему, на тот момент он тоже там весил где-то в районе 135, но учитывая, что он чуть пониже меня, ну, как бы, вот, впечатление такое, вот два колобка таких. Просто стоял на стенде, работал, подошел, сфотографировался. Мы тогда еще, ну, это первое, может быть, так сказать, очное, ну, не то, что даже знакомство, а просто я попросил ванпикчерс, то есть, в одно фото, там, без проблем, это его работа была. А где костюм-то такой пошили на себя, 140 килограммового? Ну, костюм, да, я помню, это же был ноябрь, где-то примерно, чемпионат мира, потом, в декабрь, пришлось держать форму, гран-при был в Сыктывкаре, так, то есть, такое заключительное соревнование, в 2000 году. И, соответственно, до Нового года было время отъезда, но я там за пару недель 25 килограмм прибавил, легко, то есть, и был 140, там, с лишним килограмм, и был у нас какой-то в клубе, намечался, точнее, праздник, посвященный Новому году, корпоратив, там, и все такое. Вот, и как бы захотелось выглядеть так, поофициальной, по помпезне, что ли, ну, естественно, там, пиджаков просто в магазине не найдешь, пошел в ателье, товарищ там померил, сказал, 72 размер у вас на тот момент, говорит, все, легко, сошью вам, ну, сшил, я думал, что я вечно такой буду, ну, конечно же, нет, пиджак этот долго висел у меня в шкафу, я в него потом, потом, вот, в последние годы, ради прикола, его одевал, так, обматывался вокруг себя, по сути, да, я потом уже, ну, сколько ему висеть там, ну, куда-то уже, не помню. Наверняка, вы официально были самым большим клиентом в том ателье. Ну, я думаю, что, что да, на тот момент. 2007 год, ваша первая Олимпия, пожалуйста, вспомните самые яркие впечатления с того выступления. Начать, если с подготовки, 2007 год, вот, я тогда метался, я всегда свою, всю свою карьеру метался, вот, как же готовиться на данный момент, никогда у меня не было четко сформулированного такого плана, по которому бы я, вот, каждую подготовку шел и уже знал, что получится, и так далее. Каждый раз у меня были эксперименты. В 2007 год, начинал я там, как обычно, потом мне какая-то пришла одна идея, вторая. Я там советовался там с кем-то столько можно, помогал там мне советами и Коля Ясиновский, Леша Киреев, доктор Любер, и еще там куча там моих тренировок с кем-то я всю жизнь в Москве там. В последний месяц я решил там углеводов убрать, стал себя там плохо чувствовать, думаю, надо как-то что-то делать. Какие-то были у меня дни, когда я просто какую-то курицу-гриль брал, которая продавалась там на улице и просто ел ее там вместе с кожей, ну, чтобы типа какого-то жира там набрать. какие-то там были зачатки у меня вот кетогенной диеты, на которой я впоследствии иногда тренировался. Но в итоге какая-то форма получилась, слишком я уже был истощен и приехал, прилетел точнее в Америку, Лас-Вегас, вот какой-то слишком истощенный. Вот эта лас-вегасская сухая такая, жара, пустыня все-таки, Невада, на меня там очень плохо действовало. прямо вот тяжело я там переносил все это обезвоживание и так далее. Но я понимал, что я достаточно сухой для себя, по крайней мере, пусть не такой объемный там может быть, как мог бы быть, хотя я начинал там с достаточно большого веса, но более-менее. И когда мы пришли уже за сцену, начали гримироваться, вот несколько у меня было таких моментов, которые запомнились. Вот Деннис Вольф, звезда, которая впоследствии там очень многое достиг. В 2007 он еще был там восходящий, можно так назвать. Вот он сидел за сценой там рядом со мной, и я смотрю, ну он какой-то вот он, ну не рельефный мне показался. Ну вот что называется, думаю, блин, как-то не в форме что ли. Большой, все такое, пропорционально, все. А мы с ним выступали это и раньше. В 2006 году был гран-при Испании. Еще там, по-моему, где-то. Думаю, что-то как-то он не сильно, блин. И Колман, последнее выступление. Вот он просто поразил, думаю, е-мое, вот это всушка. Вот он просто вшел, у него ягодицы, все там вот эти волокна переливались. Ну то есть их просто видно было. А Вольф, ну как-то так мне впечатлили. И как все поменялось на сцене из зала. И на фото, и потом я на финал, я не попал в финал, ходил смотреть достаточно близко. Колман, ну не произвел на впечатление на сцене. Ну какой-то ужатый по сравнению с собой, ну вообще, в принципе, это закат был его карьеры. Проблемы там со спиной были, диспропорции широчайших, ну много там нюансов у него было. Нога одна стала так отличаться от другой. А Вольф, ну просто произвел впечатление такого наполненного, большого, очень пропорционального. То есть по мне он выигрывал. Хоть стал пятый, а Колман четвертый. Ну я бы их поменял местами. И я думаю большинство в зале так же думали. Ну тут уже тоже политический Колман уже дальше откатиться не мог. Это была его последняя Олимпия. Вот он сказал там речь, все стали, там он полакал. Ну то есть все, американцы могут такое устраивать шоу из малого. Вот такой контраст, то что за сценой и на сцене, это два абсолютно может быть, две абсолютно разные картинки может быть. И с собой так же я уже впоследствии наблюдал. То есть иногда ты в номере стоишь, но весь вот такой, вроде бы все в форме на сцене нет такого эффекта. И наоборот, допустим, в 2008 году на Арнольд Классик, ну я был какой-то венозный, вроде бы все, ну была наполненность, рельефом вроде бы и не отличался. На сцене, вот фотографии, я потом смотрел видео, ну впечатление было совсем другое. Вот эта наполненность, оно очень много дает. И незалитость в то же время. Ну вот вот такое сочетание. Ну мы про Олимпию 2007. Что еще там запомнилось? Победил Катлер, как мы помним, но достаточно спорно. Виктор Мартинес на тот момент еще одна восходящая там звезда. Возможно, был достоин мистера Олимпии титула этого. Вот. Он был достаточно жесткий, рельефнее, чем Катлер был наполненный, был сбалансированный и все. Но все равно Катлер может быть размерами, может быть своей популярностью на тот момент. Все-таки он выиграл в 2006, победил все-таки Колмана. В 2007, но не то чтобы по инерции, но я думаю, что это сыграло роль все-таки в действующем мистер Олимпии при каких-то прочих обстоятельствах. Белая надежда, опять же. То есть он выиграл. А вообще США как стране? У вас тогда и впоследствии какое впечатление сложилось? В 2007 весной я уже был там, три соревнования у меня было. Это Ironman, по-моему, там конец февраля, через неделю было Sacramento Menta Pro в столице Калифорнии, грубо говоря. И еще через неделю Arnold Classic в Коламбусе. Вот три соревнования. Во-первых, организация обычных соревнований не показалась мне какой-то чем-то таким вау. Вот за исключением реально Олимпии, Arnold Classic. Остальное это обычный чемпионат Москвы, чемпионат России. Собираются фанаты в зал, собираются атлеты, проходит регистрация. Ничем по сути не отличался. это меня сразу как-то думаю ну соревнования, соревнования. Страна Америка. Не сказать, что я как-то поразился, захотел там остаться. Вот самый мой первый приезд прилет в Америку в 2007 год. Это за две недели до Arnold Classic Iron Man Pro. Естественно надо было приехать за пару-тройку дней. Прилетели мы там с товарищем уже с аэропорта. Мы вышли едем, а у меня жуткий дисбактериоз. Это белковые диеты, но оно просто рвет. В самолете еще нормально. Там погрузились в машину едем, там хайвей в пробке. Ну никуда не свернуть ничего, не остановиться. Вот свободная полоса. Я говорю, ну давай свернем, поедем побыстрее по-нашему, по-русски, по-московски. Нельзя. Это полоса для тех, у кого машина заполнена, грубо говоря, едут все. Мы там втроем не можем. Ну или что-то типа такого. Это полоса для спецтранспорта. И вот они все едут в пробках. Вот это их законопослушность. Мне сразу что-то не понравилось. Ну по сравнению с тем, как мы ездили. Сейчас тоже мы ездим конечно строже. Ну а тогда что-то творилось в Москве. Ну я так же и ездил. То есть в итоге кое-как мы там доехали в этих пробках. Я не знаю, еле дотерпел я, что называется. Такого чего-то там жизни из жизни. Не знаю. Свой там у них менталитет особо как-то я не знаю. Такого чтобы мне захотелось там остаться у меня не было. Сергей, можете вспомнить на каком турнире вы показали лучшую форму и почему? Вот как ни странно, больше всего фотографий у меня не по количеству, а именно по качеству, что называется, которых я использовал где-то в рекламных целях, просто какие-то посты выставляю. Это как раз Iron Man 2007 года первый мой приезд в Америку, у меня дисбактериоз, отравление, я что-то там мучился, но в итоге может быть это обезвоживание еще и лучше на меня сказалось. То есть на сцене по фотографиям, по видео мне показалось одно из лучших. Я был достаточно жесткий, рельефный, травма ноги у меня была, не делилась она, а все остальное вот как-то было более-менее сбалансировано, как я уже сказал, большинство фотографий именно оттуда. Но это никак не сказалось на результате соревнований. Хочу вот заметить, что твоя лучшая форма и результат на турнире не всегда соответствуют почему-то. На том же Arnold Classic, где я восьмой стал, да, и смотрелся неплохо, и там выиграл у достаточно известных ребят на тот момент. фото оттуда близкие мне не нравится. То есть я не вижу, что я такой в хорошей форме. Дэнни Джеймс подошел, сказал в гуд форм, в гуд джаб и так далее. А вот фото какие-то не такие. А на Iron Man я занял 16-е место по итогу. Я первый раз приехал, никто меня толком не знал, засунули куда подальше, даже не рассматривал, там 30 с лишним человек было. Хотя подходили на тот момент после преджастинга, после предварительного судейства, вплоть до флекса Уиллера подошел, а это все-таки звезда до сих пор остается, и сказал там отлично, но через переводчика долго беседовали, говорит, ты привез отличную форму, он сам подошел, я бы к нему подходить даже не рискнул. хорошая форма, ты в тройке, но максимум в финале, там в пятерке. И там он не один, и Сарцев подходил, Милош, и еще там ребята, но в итоге почему-то я оказался далеко, было одной из самых моих больших фотографий. Вот на твой вопрос, вот форма, вот там была для меня хорошая. участник номер восемь из России Сергей Шелестов. Фраль, добупайся. Двойной бицепс спереди. Ребята, 25 профессиональных турниров, 25 профессиональных турниров, и я могу вам сказать, что в кондиции, во-первых, когда он только начал профессиональную карьеру свою, да, там не получалась какая-то форма, ну да, там, он учился заново, он учился делать кондиции, он учился перелетать через океан и сохранять форму, он учился методом проб и ошибок, чтобы быть конкурентоспособным в линейке профессионалами, вот, и нет, и контрактов на него не было ни с какими американской фирмами, и английский язык он не знал, ему было сложно, но вот он все равно выступал, и вот тот же Фиба, тот же в Румынии турнир, вот он третьим стал в Румынии, помню, в тройку вошел, и Фиба, когда он третьим стал, он вообще должен был этого выиграть, не помню, какой год, вот у него вообще, просто космически, в ядерной форме был, там видно, что он выигрывает, ну видно, видно, что там подтянули ребят, которые первый, второй стал, а его поставили третьим, потому что, знаете почему, потому что, там по-другому никак, он выигрывает, ну как его поставить пятым, это нереально, то есть, такие кондиции, он выставляет, он должен выигрывать, а его двигают на третье место, то есть, его нижние, просто они никак не могли поставить, потому что, был бы скандал, это нереально, это же, да, перебор, Поэтому я считаю, что Сергей Щелестов добился максимальных на данный момент, да, максимальных результатов, максимальных и так долго продержался в продивидизионе, выступая, не просто получив карту, но выступая постоянно на турнирах высокоуровня, на таких как Арнольд Классик и Мистер Олимпий, вот, и не только на этих и гран-при послеолимпийских. Вот, и показывал соревновательную форму другого уровня для себя и был конкурентоспособным для, в линейке ведущих профессионалов в мире. Вы общались за свою карьеру со многими профи. Скажите, а кто выделялся не в плане формы, да, а именно в плане человеческих качеств? Общался-то со многими, понятное дело, что там, когда ты там несколько дней находишься, в Австралии мы вообще неделю жили там, по сути, бок о бок, вот, общались. Ну, понятно, что с Денисом Вольфом мы на одном языке говорим, ну, как бы больше с ним общались, а тут и английский им там не особо через переводчика, ну, они все достаточно доброжелательные. Ребята там, хотя про многих там говорили, что как бы помпезные, сновы какие-то там, тот же Декстер, ну, как бы мы с ним более-менее нормально общались. Вот, такой он у нас, там, прям, когда встречались, вот и в зале, еще там такой Сергей Декстер, ну, какой-то такой мини-ритуальчик, вот, и все, вот, занимались в Австралии, неделю туда ходили перед перелетом в Новой Зеландию, перед Гран-при. Вот, Тони Фриман очень такой доброжелательный мне показался, хорошо с ним и говорили о диете там, и о тренировках он о своих рассказывал, там, у него одни из самых необычных тренировок, вот, ну, и со многими, какого-то негативного отношения, если многие там спрашивают, там, к русским, у меня не было, я не знаю такого, как бы, со стороны атлетов, по крайней мере, вот, все более-менее доброжелательные. Понятно, что, когда ты на диете, там, тебе не слишком хорошо, вот, вот, в плане самочувствия, там, Катлер, там, когда он в обычной жизни, вот мы сколько с ним встречались, это совершенно другой человек, вот, понятно, что на соревнованиях он был такой достаточно угрюмый, как бы, сложно было общаться, ну, на тот момент и я там не сильно общительный был. Будем приседать, сегодня небольшая тренировка, а что про Серегу рассказывать, я его все знаю. Как-то пытаюсь я на силу работать, но уже нет такого запала, как раньше, вот, видишь, Андрюха вдохновит, А если еще и присядет, так более-менее, там, то вообще хватит на пару недель точно. Летой травмы замучили, блин, где-то что-то чуть рванешь, особенно ноги. Чуть побольше присед, все, грубо. В сети есть видео о вашей совместной тренировке с Андреем Маланичевым. Насколько тесно вы общались и тренировались ли вместе? Выступали, да, в начале и моей, и его карьеры на пауэрлифтерских соревнованиях, чемпионат Москвы в основном это был, 2006-й, 2007-й год, 2008-й даже, но я тогда, один раз мы, по-моему, с ним пересеклись в одной категории, если я не ошибаюсь, в 110 килограмм категория, он еще влазил, он еще там юниор был, или он по юниорам там выступал. Вот, у меня есть видео даже, где мы приседали на, как бы, один помост выходили там, вот. Но, понятно, что это был уникум, ну, как бы, и сейчас он остается им в плане соревнований пауэрлифтинга, еще будучи в юниорском возрасте, то есть тогда он уже на тот момент был потенциал настолько большим, что все понимали, если он просто хотя бы продолжит в своем, как бы, стиле тренироваться, просто продолжит свою карьеру, ну, это будет незаурядный чемпион. Так, впоследствии, как бы, и вышло. Вот. Были у него там на тот момент огрехи с техникой, это все-таки был экипировочный тогда пауэрлифтинг, АПФ. Хотя я экипировку не применял, но, по сути, такого дивизиона не было без экипировочного тогда. А ей нужно было под нее готовиться, попадать в эту майку-жим, попадать там в этот комбез, чтобы приседать и так далее. У меня есть видео, где Андрей падает со штангой, штанга, точнее, падает у него с плеч, но и он тоже там 380 килограмм. На тот момент это был приличный вес, учитывая, что экипировка тогда была, по сути, однослойная, ну, то есть она не так уж и много их давала, как нежели сейчас есть там уже такая экипировка продвинутая. Малан нереален просто. Супер нереален. Задачка у Малька, Оваме! Ёбану! Пардон. Присеть! Задачку мощенько, Оваме! Пошел за аппаратом! Беззащита! То есть он на тот момент уже юниором там или только в молодом возрасте был очень силен. На этом ролике небольшом он приезжал сюда, зал, по сути, вот в это помещение, в этот зал, сейчас это свобода фитнеса, был high energy раньше. Вот, и провел какую-то тренировку, он был там в глубоком межсезонье, отдых, только начинал восстанавливаться, я его там все еще мог, даже один подстраховывать на его, по сути, небольших для него весах, он там поприседал 300 килограмм. Но у меня были по плану плечи, это тоже там было мое там какой-то глубокий отдых в межсезонье. Вот, пожали друг другу там, помогли, по сути, поболтали, какой-то там ролик, видюшечку сняли. Вот, а так, конечно, мы много раз пересекались, ну, понятно, что сдаю его результатов, но он, правда, и в более высокой категории выступал. Вот, ну, естественно, мне там далеко было. Ну, хорошо, давай-давай. Что с ним говоришь, что ли? Кстати, не так давно нашумели видео с формой молодого Андрея, и зрители были приятно удивлены, насколько Маланечев в те годы был мускулистым. Ну, вполне себе бодибилдер. В годы ваших совместных тренировок он был таким же? Ну, вместе-то мы не тренировались. Он тренировался в зале, там, по-моему, на Курской у Завьялова, еще там где-то, может быть, в Маи. Я-то тут у себя, у меня качковские тренировки, по сути. На тот момент был клуб Рейн, это в Кунцево. Понятно, что тренировки у нас не совпадали абсолютно, они были разные и по стилю, ну, и просто по местоположению. Встречались мы, естественно, на соревнованиях как-то. И, соответственно, он в молодые годы, ну, он просто вот его, ну, молодой пацан, что называется. Понятно, что метаболизм хороший сам по себе, он был такой не склонен к полноте и был действительно там. Если бы захотел он выступать по бодибилдингу, я думаю, что и там были бы хорошие результаты. Ну, потом, естественно, пауэрлифтинг, годы, куча еды, там, неправильность с точки зрения бодибилдера, все затачивалось под то, чтобы показать максимальный результат, максимальные килограммы на соревнованиях. Как ты уже выглядишь, будучи пауэрлифтером, по сути, значения не имеет. Ты не можешь спать из-за того, что тебе вот еда, просто вот ты ни о чем больше думать не можешь. А хочешь сожжать? Ну, а как, если одна-две тренировки в день, каждый день, три часа кардио? Ты пойми, у тебя все-таки такое, как сказать, по понятиям обывателя мужской вид спорта. Ты приезжаешь, ты поднимаешь, ты чемпион, ты силовой, понимаешь? А тут приезжаешь в деревню, люди это, я даже не говорю, что я там, многим, что я там турист или что-то, ну, там просто они это не понимают. Меня до сих пор там спрашивают, одноклассницы, одноклассницы, там были встречи. Да, да, мы каждый год практически встречались. Они до сих пор спрашивают там, ну, кто-то там не знает, а ты там чемпион мира там был, да, я говорю, был. А по какому виду спорта-то, по борьбе, что ли, да, по борьбе, ну, или там что-нибудь, ну, то есть, знаешь, ну, ты мне объяснишь. Я еще раз убедился, почему он чемпион, потому что работая с тяжелыми весами, и не жалеет своих сил. Ну, кстати, на про-турнирах я с ним никогда не выступал. Не на про-турнирах, не выступал, да? Не-не-не-не, я только в любителях с ним выступал, но я с ним тренировался. Мы с ним готовились на турниры, я с ним готовился целый год. Целый год я с ним готовился, он готовился на мистер Олимпию, по-моему, на мистер, да, на мистер Олимпию, не на рун-классник, на мистер Олимпию. Я готовился на Ironman. Мы выбрали турнир. Он квалификацию прошел, а я еще только хотел проходить. И мы готовились целый год. Я вам хочу сказать, что это мои личные ощущения, что этот человек, который железный человек, просто железный человек. Ну, это другая планета. Он силовик. Хотя я вам хочу сказать, что я тоже раньше занимался пау-лифтингом, но это было с самого начала, наверное. То есть показатели у меня тоже были не самые неплохие. То есть 265 от груди у меня лучший результат был по тем временам. Без жимовых маек, без всякой вот этой темы. Это в любые времена круто. Да, согласен, блин. Мы делали... Давайте про ноги я вам скажу. Супер. Отлично. О ноги, да, да, я помню. Ноги. Это было 9 упражнений. 9 упражнений. И 9 было приседание со штангой. Представьте, 9 упражнений. 9 приседание со штангой. Что это было за приседание в конце 9? 220. 220. 220. Дальше. 260. 260. Вот. А по сколько повторили? 8-10. На лавку. Мы ставили лавку. И мы, касаясь лавки ягодицами, поднимали сверху. На 140 я где-то отскакивал. 120, 120, 140. Все. Я говорю, Серега. Серега шел дальше. Еще 20. Еще 40. С 300? Не поверите. Потом еще 40. С 300? Да. Это было что-то. Пожалуй, наверное, это было, я так припоминаю, что на Ленинском проспекте, клуб. И одно время мы тренировались, достаточно много тренировок с Олегом Емельяновым. Да. Естественно, каждый перед друг другом, как не повыпендриваться. Ну, понятно, что если у меня на тот момент, там, я мог похвастаться ногами, и эту тренировку я там запихивал все, и как мог, только изгалялся. Он, там, изгалялся надо мной, там, не знаю, в тренировку плеч, условно говоря. Вот. Он там был силен, и это реально. Вот. А тут, да, ну, какое-то время для разнообразия я оставил там приседания с самым последним упражнением. То есть, там, два-три упражнения на заднего бедра, три-четыре вот на переднее, и вот последнее, там, скажем, четвертое упражнение приседания. По-разному мы с ним приседали. Ну, помнится, что вот зарубились, мы с ним в конце приседали 220 килограмм, вот, на такую достаточно низкую скамью. Но я любил всегда приседать на скамью, не в самый туда низ, где отбиваешь уже, а именно, чтобы вот тормозить. Вот. Приседали, там, ну, 220 килограмм, я помню, дошел вот на 20 раз. Но понятно, что это в конце тренировки, ну, реально было тяжело. Ну, я мог себе позволить, у меня больше был запас, как бы, по силе, по ногам. Понятно, что Олег чуть послабее. Вот. Он давал мне фору, там, мы качали плечи, я не знаю, разведение, там, лежа на груди, на скамейке, разведение на заднюю дельту с гантелями. Вот по 60 килограмм он брал. Ну, понятно, что я и близко такого не мог. То есть, где надо мной поиздеваться он находил там тоже. Да. Вот так мы готовились с соревнованием Сергеем, но при этом Сергей себя чувствовал… Нормально. Нормально. Ай! 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 Да, да, да. Я просто, ну, как раз мы с второго школы снимали втроем, Шелестов, как его… Карлифин и я. Но он до сих пор, сейчас-то, ну, сможет у него такой, ну, худите парень, ну, как худить? 105 килограмм, он такой нездоровый. И вот с ним начали тренироваться. И он берет, он, знаешь, у него махи, где они плечи качали, он берет всего 20, понимаешь? Без разминки, без всего. Просто 20 килограмм и махает. А чё нормально? А чё? Да кончил, а сколько он? 36. 36. 36. Махи, 36. Сейчас, ёпта. Какой он формул? Какую формулу? Ты чё? Я говорю, понятно. Слышь, Шелестов, с тобой всё ясно было. Ты где вообще? Блин, был Терминатор, но и остался. Связки вот эти силовые, он сам по себе силовой. Но я слышал такое, он мне сам лично говорил. В зале рекорд, в приседе, 400 на два раза. Он качает, он культурист, ёпта. В соревнованиях, он не готовится до каких соревнований. Просто он качался, вот там приседаем. Ну вот, 400 на два раза, ёпта. Ну как, ёпта, ну как, ну караул? Ну, 400, это несколько таких тренировок у меня было. 400 на два раза. На скамью я приседал в зале. В зале. На соревнованиях нет, там всё-таки глубокий присед. Там я сгонял вес немножко, там 365 было. Вот. А в какой весовой категории? В категории 125 я влазил. Так. А жали при этом сколько? А жал, там, ну отдельно соревнования по жиму, там 255 у меня было. А вот когда пауэрлифтер, там 240 было максимум. А какие показатели в тяге? Вот тяга не мог тебя похвастаться. Хотя в зале я тянул достаточно, там для себя прилично, 340. Но на соревнованиях, по-моему, 310 у меня максимально было. Когда это всё отдельно, вот. Ну ты пришёл, у тебя только спина, только тяга. Ты можешь. А когда ты уже прошёл тяжёлый присед, жим, ну вот меня просто уже, по сути, не хватало на максимум. Я и сам на это работал, и многие. Ну какой-то имидж такой сложился, там, типа самый сильный бодибилдер. Ну я не думаю, что это реально так, без всякого кокетства. Ну вот смотрите. Жим лёжа взять. Сергей Цикунков, 300 килограмм. Да, есть видео. Я склонен верить. На раз он выжил 300 килограмм. Не видел такого? Вот видео такое есть. Допустим, не знаю, взять там тяги. Блин, ну дофига человек, бодибилдеров, которых я знаю, которые тянули гораздо больше меня. И 350, и 70, и так далее. Взять те же приседания. Андрей Сорокин, чемпион России по пауэрлифтингу в категории, там, по-моему, достали до 110 килограмм. По-моему, он даже 400 садился. Пускай там в какой-то экипировке, но не важно. Это всё-таки соревнования. И он меньше меня весил. И таких примеров, если поспоминать, там, ну, как бы есть примеры. Не знаю, там, Алексей Нитисанов из Пензы. Правда, он выступал там, Мистер Юниверс по НАБА. Один сезон он расписывал мне всю подготовку и, в частности, вот, тренировки свои. Ну, я, по сути, копировал их. И я попросил его написать максимальные веса, которые он использовал вот в данных тренировках. Вот. Я за всю подготовку даже не приблизился к ним. Ну, условно, там, разведение махи стоя с гантелями по 60 килограмм. Ну, кто сделает? Я сам, я делал 40-45 килограмм. Более-менее чисто. Можно принять это за махи и так далее. Ну, то есть, назвать ребят, ну, я не знаю, там, Асаш Фёдоров тот же. По версии санкт-петербургских ребят, он лучший бодибилдер России. И кто с этим будет спорить? Он очень силён. Хотя он всегда зачистывает такую технику. Да и много примеров, ну, которые, скажем, там, в отдельных движениях, ну, явно меня превзойдут. Ну, я не хочу сказать, что я там слабый, а меня там сделали сильным. Ну, в своё время тягал там приличные веса. Но сказать, что там в каких-то отдельных движениях кто-то меня не превзошёл, ну, тоже нельзя. Ну, то он езжал, что-то до хрена. Килограмм 250, наверное, больше. Ну, что это такое? Он говорит, какой-то ужас, блин. Он до сих пор такой же. Он до сих пор такой же. Он функциональный очень. И он говорит, я говорю, проседаешь? Он говорит, ты что, спина что-то болит? Я говорю, так смотри на него, блин. Ну, никак не скажешь, что его спина болит, что-то, блин. Он говорит, не прочитай давно. Он говорит, бц. Я в шортах тренировался. Я смотрю так на ноги, думаю, как просто так? Знаешь, честно, разгибание, разгибание. Я вот так нахуй не делаю. Многие говорят. Я так смотрю на ноги, думаю, пиздец. Такие объёмы идут. Все равно они остались, эти базовые. И заднее бедро, вот эта форма ног. Да, они станем меньше. Но они не стали вот такими. Средствов не стало вот такой. Ни хрена, блин. То есть, а силовые показатели. Каралуну просто, ну, блин, не знаю. Разочарования в карьере были у вас? Какое из них можете назвать самым большим? В плане разочарований, как бы, вот тут двух видов можно подразделить. Когда ты понимаешь, что ты в хорошей форме, и ты мог бы занять место гораздо выше. Тебе это все говорят, и ты сам видишь, как бы. Ну, все-таки не первый год выступаешь. Тот же Ironman. Тот же Ironman, да. Когда я настраивался быть в финале, там, держался до финала, а мне объявляют, что ты в финал не попал, хуже того, я смотрю в протоколе, а я вообще там за пятнашку. Ну, то есть, как бы, это, ну, вот, естественно, разочарование. И разочарование от формы. Когда готовился ты там 3-4 месяца, а в итоге там все испортил, ну, можно испортить там за одну ночь буквально. У меня так было. Вот пример там могу рассказать. То есть, вот это еще большее разочарование. То есть, ну, например, там, одном из последних. Я каждый раз же говорил, что экспериментировал. Вот эксперимент не удался. Я потерял очень много килограмм именно водой отовсюду. То есть, и внутренние органы, и из мышц, и из подкожи. И получился такой настолько ненаполненный. Ну, 8 килограмм за одну ночь. И это без всяких диуретиков, то есть, без всяких инсинуаций. То есть, много пил, там, 12-15 литров много дней, диурез разогнал. А потом резко прекратил. Не надо было. То есть, нужно было плавно снижать, ну, хотя бы, там, за 2-3 дня. А тут резко. Одной ночи мне хватило, чтобы из меня вышло там 8 килограмм. То есть, был наутро, ну, никакой. Никакая, там, загрузка едой, там, не помогла. То есть, это провал по форме, но я выглядел ужасно. То есть, до следующей соревнования была неделя. Я только, по сути, там, ел и пил. Ну, это был турнир в Далласе, в Америке. То есть, эксперимент, можно сказать, провалился. На мне он не сработал. Я спрашивал вас о первом турнире. Давайте вспомним тогда и последний. И с каким ощущением он для вас прошел? Ну, я не то, что прям последний загадывал, что вот, там, заключительный, я ухожу, там. Ну, это был вот 2014 год. Сначала был Даллас ПРО в Америке. А через неделю был Нью-Йорк ПРО. Нью-Йорк ПРО в Далласе. Вот у меня форма эта не получилась провальная. Я очень много потерял. Неделя у меня была, чтобы как-то хоть восстановиться. Я понимал, что жира-то я уже не наберу за неделю. Но вот наполненность, вот эту какую-то форму нужно было каким-то образом восстанавливать. Соответственно, я эту неделю и тренировался. Жили в отеле, там, в Далласе. Пытался как-то есть там диетично. То есть, с углеводами как-то варьировал. В итоге нам нужно было лететь в Нью-Йорк, на Нью-Йорк ПРО. Вылетали мы вот накануне, буквально, что вот завтра с утра соревнования. Ну, вот так получилось. Рейс задержался. То есть, это прилетели мы в ночь, по сути. Ошиблись или нас там обманули с отелем. То есть, это получился не отель, а какой-то просто даже хостелом его не назвать. Ну, такая типичная какая-то ночлежка. То есть, когда мы туда попали по адресу, ночь, дождь, уже менять было что-то поздно. То есть, ну, утром в 10 утра уже соревнования. А это 12, там, ночи, час. Вот. То есть, мы вошли. Нашлежка нам выдала ключи на второй этаж. А там просто огромное помещение. Поделено так перегородками, как туалет, по сути. Знаешь, это отгораживает ДСП плитами. Вот. То есть, так. То есть, мы туда зашли. Такой номер на двоих, там, два на два. Вот лежаки так по бокам и какой-то столик. Все. Ну, то есть, там больше ничего. То есть, я не раздеваюсь. Просто лег, чемоданы тут рядом. Люди там какие-то полночи ходили. То есть, ну, переспали. И не приготовить там еды, ничего. Ну, то есть, вот. Задержка рейса там на несколько часов еды уже нет. Ну, я думал, мы прилетим вовремя, что-то там подкупим, приготовим. Вот. Потом вот этот отель. Не отель, а ночлежка, по сути. И вот до соревнований. Ну, сходил я там, перекусил в Макдональдсе и вот попал на соревнования. Все равно форма была уже получше, чем в Далласе. Но это было все еще не далеко от пиковой формы. Конечно, впечатление от последнего турнира смазалось. В итоге я стал там, по-моему, в десятку я вошел на последнем турнире. Десятый на ночь чемпионов. Ну, на этом, как бы, вот, карьера. Ну, я понял, что 14-й год, 43 года. Уже тяжело мне конкурировать с достаточно молодыми спортсменами. Да и, ну, как бы, вот как-то смысла такого уже больше не было. Вкладываться. Опять там все вот эти лишения связаны с тренировками, с диетой, с образом жизни. Ну, то есть надо было посвящать время больше уже семье, как-то какие-то деньги там зарабатывать. Ну, то есть вот пора мне показалась. Ну, и даже по мышцам. Это уже были какие-то вот усталые тела, которое не выглядело ни при каких обстоятельствах. Множество травм. Там эти мышцы уже не были такими насыщенными, конкурентными, как вот в более молодыми годами. И многие, за кем я наблюдал, атлеты, там, от того же Джей Картлера, там, там, кого не возьми, Брэнш Уоррен и многие из них, даже тот же Денис Вольф, мной бесконечно уважаемый, на закате карьеры уже не показали того тела, ты сам мог видеть, которые были вот в более молодыми годами еще десять лет назад. Поэтому, ну, всему свое время надо было заканчивать. Наверное, по-другому бы я сейчас готовился, может быть, меньше бы экспериментировал, а были какие-то проверенные все-таки методики. Но на тот момент мне было неинтересно одно и то же. Хотелось чего-то попробовать. Ты же там читал, информация какая-то доходила, это так. Все это были поиски именно улучшить свою форму. Я же не хотел специально ее ухудшить. Понятно, что были провальные турниры, были откровенно так себе слабая форма, много обстоятельств на это меняли, влияло. Вот, но все равно ты находился в поиске улучшенной версии себя. То есть, все время хотелось мне вот как-то добиться большего-большего. Вот, поэтому сейчас, вот оглядываясь назад, ну, не знаю, наверное, какие-то более традиционные какие-то методики я бы применял, там, прислушивался бы кому-то. Но такого сказать, что вот я всю жизнь там силового тренинга придерживался, а надо было там вот больше пампиться, ну, наверное, нет. Надо было, вот, там, скажем, уехать в Америку и там строить свою карьеру, а не здесь оставаться. Наверное, тоже нет. Не затягивать, там, слишком большой перерыв, когда у меня было с 2001 года по 2005, да, вот, по сути, 4 года я не выступал. Ну, а то были тоже свои там обстоятельства. На тот момент мне нужна была как-то семья, ребенок, там, ну, все это вот как-то обустраиваться. Не мог я раньше как бы начать. Ну, по сути, такого, о чем бы я реально пожалел, наверное, нет глобального. Ну, вот, все шло как шло, как должно было быть. Сергей, вы безусловный авторитет в отечественном бодибилдинге, один из лучших в истории. Что вы могли бы посоветовать молодым атлетам на основе своего огромного опыта? Моя одна из любимых присказок, там, поговорок – лучше враг хорошего. Мы все время гонимся за чем-то таким, что вот прям вот должно быть еще и еще улучшить там нашу форму. Ну, в крайности впадаем, и травмы получаются, и какие-то неудачные подготовки. Вот во всем нужна мера. Вот такой мой совет. Это касается и тренировок, и питания. Чересчур там, я знаю, ребят, которые вот прямо урезают себя, только хуже себя делают. И в плане объема фармакологии – один из таких пунктов, ну, крайне немаловажных. И во всем по жизни. Ну, то есть, должна быть какая-то злота, середина мера. Вот. Конечно, с высоты вот своих прожитых лет и карьеры, да, достаточно продолжительные, там, 23 года. Мне, моему поколению, там, Дима Голубочкин, там, Махшанцев, тот же Мельников, но у нас это было больше фанатизма, больше преданности. Сейчас это все монетизируется больше, все это соцсети, и все как-то уходит в ту сторону, ну, прибыли, а не фанатизма. На профессиональные эти турниры. Я смотрел списки участников, но не вообще меня реально вот не интересовало, сколько там денег я получу за какое-то место. Я понимал изначально, что я никогда не окуплю там свои расходы, общие, если взять. Ни один призовой фонд, даже если я, там, выиграл бы какой-то турнир профессиональный, там, вошел там в призы, ну, понятно, что он не окупит, это не такие большие деньги. Все-таки это не Мистер Олимпия, там, не Арнольд Классик, где гонорары больше. Но я не за этим соревновался. Больше был фанатизм, больше был какой-то результат именно не в денежном выражении, а вместе, в форме собственной. То есть, советуют ли это ребятам молодым? Ну, сейчас другое время, не знаю. Что, живу как живу. По сути, не так уж и много поменялось меня в плане физической активности, режима, что называется. По-прежнему, там, 4-5 раз в день еда небольшими порциями. Более-менее диетично я пытаюсь, но, естественно, это нет необходимости, как в прежние годы подготовки. То есть, я могу позволить себе все, что угодно. Но основа рациона все равно это привычная качковская еда. Там, крупы, яйца, курица, вот основа. Что-то добавить легко, но не так уж и часто. Что касается тренировок, да я по-прежнему так же стараюсь тренироваться 4 раза в неделю, как я делал это всю жизнь в межсезонье. Естественно, вес собственный гораздо меньше, там, минус, там, 30 килограмм или даже больше, там, 35 от максимума. Естественно, это веса, там, гораздо меньше. Ну, а зачем они мне сейчас? Зачем мне лишний вес? Зачем мне лишние напряжения непосильные на тренировках? Это и физкультурой, в общем-то, не назовешь, я все еще напрягаюсь, но и не соревновательная карьера, когда я там выживал на себе максимум. Что касается повседневной деятельности, ну, у меня все еще делится контракт с канадской фирмой, с фирмой Magnum, да, вот, я на майке. Вот, достаточно популярная и в Америке, и в Канаде, да и у нас не дешевая, не дешевый бренд, достаточно качественное питание, как бы не стыдно его рекламировать. Сам кое-что сейчас употребляю гораздо в меньшем объеме, чем раньше, но все равно, так или иначе. Вот, работаю в компании ТСП, технологии спортивных продуктов, президент компании. Есть, естественно, Володя Масленкин, генеральный директор, который, в общем-то, руководит всеми процессами. Вот, поэтому жизнь продолжается, есть семейная какая-то жизнь, там, четверо детей, как ни крути, семья, то есть, надо какие-то свои функции отца выполнять. Вот, есть друзья, есть хобби, бильярд, например, у каждого свое, почему нет. То есть, участвую в соревнованиях, там, по бильярду любительских. Ну, вот, как-то вот жизнь, вот, на таком уровне пока, дай бог, чтобы она продолжалась как можно больше. Шелестов, я считаю, что из профессионалов добился максимальных результатов на данный момент в своей соревновательной карьере. Я считаю, что вообще Сергей, ну, очень дружеские отношения остались, слава богу, и, ну, редко видимся только на соревнованиях. Вот, и могу сказать, что его соревновательная карьера, как спортсмена, очень хорошо сложилась. То есть, он добился, я считаю, что он добился максимальных результатов не только в любителях, но и застал, ему хватило времени, чтобы поступать и в профессионалах, и постоять с лучшими культуристами в мире профессионалов, и, знаете, так сказать, достойно смотрясь. Да. И в любителях, извините, выиграть два раза мир, и то, знаете, у него какой подход? Вот, смотрите, вот для молодежи, говорю, Шелестов выигрывает первый раз мир, 98-й, по-моему, да? Мустафа становится первым, Шелестов становится... Мухаммед Мустафа. Мустафа становится первым, Шелестов становится вторым. Мустафу ловит на док. Снимает его, Шелестов становится автоматом первым. Ну, и он говорит, я не считаю этот мир выигранным, блядь. Я не считаю, что я чемпион мира, потому что Мустафа у меня выиграл. Ну, допинг-контроль, это, знаете, это такая тема, знаете, блядь. И говорит, я не считаю себя чемпионом мира. Выходит в 2000-м, халат на мир, блядь. Вот, уже заслуженно. Тогда он как раз в сборной России был, таких результатов, таких еще не было результатов больше. И сейчас нету таких, мне кажется, вообще будет ли такое, что там практически все категории выиграли русские. Дмитриев выиграл мир, Тагир выиграл мир, Шелестов выиграл мир, Мельгунов выиграл мир, и, бля, Вишня выиграл мир. Вот, они там стояли, и Шелестов в абсолютке хлопает, Вишня, короче, ну, всех выигрывает, да? Там, знаешь как, чемпионат России, чемпионат мира. Приезжал, все русские, халат всех на, блядь. Представляешь, какой уровень был, блядь. 2000-й год. И вот Шелестов только тогда, вот, когда стал чемпионом мира, кондиции были, конечно, феерические. Вот. И после этого уже делал карьеру профессионала. Что говорю, вот, для молодежи. Друзья, вообще, забудьте там, что там один турнир какой-то выиграли, там, чемпионат какой-то, там, деревня. Ху**, вообще, забудьте, нахуй. Вы смотрите на лучших спортсменов, смотрите на их кондиции и стремитесь стать такими же, как и они. Вот к чему нужно стремиться. Смотрите всегда, я вот, по крайней мере, в своей карьере, я всегда смотрел на лучших. И старался делать те кондиции и ту форму, которые были, спортсмены, которые были сильнее меня и вообще в уровне соревновательного бодибилдинга. Вот к этому надо стремиться, а не быть какими-то обидцами, засудили, не судили. Вообще, нахуй, не думайте об этом. Просто выступайте, блин, годами и добивайтесь результатов максимальных. Вот вам пример, пожалуйста, в шерве и шерест. Вот стремитесь к этому, к этому бодибилдингу. Ни в одном больше спорте нет такого. Ты вынужден ограничивать себя и в такие жесткие рамки ставить в плане подготовки, что, ну, по большому счету, многие со мной согласятся, это вырванные месяцы из твоей жизни. Ты не можешь полноценно, когда ты на подготовке, на такой жесткой подготовке, общаться там с друзьями, не можешь полноценно в семье быть, да, не можешь много времени и качественного времени уделить семье, детям и так далее. Ты живешь для себя, для будущих соревнований, где ты должен показать оптимальную свою лучшую форму. Такие правила игры, для этого ты должен диетить, где тебе не так уж хорошо себя чувствуешь, ты от всех этих ограничений тебе уже в мозгу как бы радости тебе не добавляют. Жесткие тренировки, много кардио вот у меня было, а ты просто устаешь, ты приходишь домой, ты просто хочешь отдохнуть, полежать, чтобы тебя никто не трогал. Нельзя сказать, что это такие полноценные годы, месяцы, где ты живешь там яркой жизнью. Ну да, ты приезжаешь на соревнованиях, тусуешься где-то там, видишься с такими же как ты, до соревнований тебе не так уж и хорошо, ты думаешь как бы быстрее это все прошло. Ну да, там загружаешься на сцене, там какие-то яркие там впечатления, эмоции ты получаешь, особенно когда выигрываешь моральное удовлетворение, но оно длится не так уж и долго. Я стоял в Малайзии на сцене, гимн играл, ты чемпион мира, ну какой-то такой радость я уж прям не ощутил, реально. Выйди сегодня на помост, зал весь понял, как в принципе мы все твои друзья, что ты лучший. Насколько тебе тяжело было с этим бороться или наоборот это помогало при всей твоей скромности? Ну я старался, не обращайте внимание, ну как бы, да, на выкрики из зала так работал, делал свое дело, если получилось, значит хорошо. Ты можешь сказать, что сегодня твоя на самом деле лучшая форма за весь свой соревновательный период? Пожалуй да, иначе кутлу вряд ли бы обойти. Вот этап какой-то закончился, цели ты какой-то добился, какое-то небольшое такое опустошение, думаешь, а что дальше это делать? И вот ты живешь в каком-то таком эфемерном, не знаю, пространстве, где ты все время чего-то ждешь. Вот ты ждешь более-менее полноценно там существуешь, ешь до начала диеты, вот диета началась, ты ждешь, когда начнутся соревнования, ты целыми днями только об этом и думаешь. Да, ты весь день этому посвятил, то есть по сути ты должен там по часам есть, определенное время тренироваться, кардио и так далее. Ты каждый день живешь вот этими будущими соревнованиями, которые через 3-4-5 месяцев. Вот эти поездки, которые там, полеты занимают твое время и так далее. Не знаю, ну не скажу, что после окончания карьеры как-то у меня закончилась прямо жизнь. Многие скажут, да она вот только началась там, ну не знаю, вот она как бы и идет, и идет. Надо учиться радоваться тому моменту, в который ты живешь. Это очень сложно, не всем дано. Но таких людей я вот пытаюсь равняться и как бы им подражать в какой-то мере, учиться у них. Вот. Уже получается? Ну, пытаешься, когда-то получается, когда-то нет. Спустя какое-то непродолжительное время после соревнований, карьеры, какой-то ностальгия там была. Особенно приходишь в чемпионат Москвы и России, вот, хотелось там вернуться. Какое-то было такое, иногда и грустное. Ну, как бы, всему свое время. Вот главная фраза должна быть в жизни, мне кажется. Итак, друзья, это был Сергей Шелестов, большое интервью. И вот о чем я подумал в процессе работы над этим материалом. Было бы здорово отснять еще одно совместное видео уже спустя годы с Андреем Маланичевым и Сергеем Шелестовым. Потому что, ну как, две легенды, два ветерана каждого своего спорта, своего направления. Два просто очень сильных человека, очень харизматичных человека, которым определенно будет что обсудить, какими воспоминаниями обменяться. У них много общего, да, они общались, какое-то время выступали вместе. Мне кажется, это было бы интересно. Если вы тоже за, то пишите об этом в комментариях. И если подобных отзывов будет много, то я постараюсь уговорить Андрея и Сергея на подобный материал. Потому что, насколько они сильные и талантливые, настолько же они скромные. Но я попытаюсь. А пока просто спасибо вам за то, что смотрели это интервью. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И делитесь им с друзьями, потому что Сергей подобное интервью дает очень редко. Он что раньше, во времена выступлений, что сейчас не рвется в медиа. И поэтому я очень благодарен ему за то, что он нашел время для того, чтобы поделиться своими мыслями и воспоминаниями. Ну и кроме того, выражаю благодарность фитнес-клубу «Свобода фитнеса» за содействие в съемке. Ну а пока, друзья, этот материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Спасибо, что смотрите. Обратная связь от вас, как всегда, очень важна для меня. Ну и подписывайтесь на канал. Не прощаюсь.